Добрый день, Полтава! С вами я, Александр Демидович. Каждая четвертая среда, сегодня четвертая среда, 22 июня, с 12 до 14 переулок Романа Шухевича 4, это переулок пионерский бывший, который принимает в офисе самопомощи Бойко Юрий Александрович, депутат городского совета. Сегодня мы к нему зайдем, зададим пару вопросов. Добрый день! Можно? Здравствуйте! Слава Украине! Героям слава! Рад вас видеть по времени, по депутатскому. Пожалуйста, приходьте, приходьте, рассказывайте про свои проблемы. Гость помечник мой. Ага, вы обои здесь, да? Да, обои я чекаю. Юрий, с чем обращаются к вам избиратели? Ну, если честно, то очень много, так бы мовити, звернений немало. Чому? Потому что, я бы сказал, что все-таки мои избиратели, это все-таки не пенсионеры, это более средний класс, мабуть. Те люди, которые голосовали там, чи особисто за меня, чи за самопомощь, это, я вважаю, те люди, кого мы все-таки бачим в Фейсбуке. Это, я бы сказал, больше фейсбукская спільнота. Тому больше, я бы сказал, что обратятся к меня как раз через Фейсбук, а не тут. Ні, тут тоже приходили деякие там пенсионеры, пенсионерки, скажемо так. Ну, питания и извинения не дуже таки коректные. Тобто, скажу відверто, дайте гроши на ремонт, допоможите материально, но это не совсем до нас. Тобто, до меня, там, чи до моих помещников, и до моих же друзей, скажемо так, звертаются больше через интернет, через электронные засоби. Последнее обращение, вот по памяти какое у вас? Последнее обращение, это как раз было с ремонтом дорог. Розмовляйте украинский у вас. Так, это было с ремонтом дорог. С ремонтом дорог мы написали звернение на Чепурка и на Синельника, но это, опять же, через знакомых, через моего сотрудника, особенно моей рекламной агенции. Значит, мы отправили в такий запит, и с проханием включить, ну, я особисто разговариваю с Чепурком, и с проханием включить эти улицы. Ну, это тоже в улице, как же это край, там, такий дикий край. Под белой агтанкой. Нет, нет, это под белой агтанкой, это через тебя. Кобищани, о, Кобищани. Это страшный край, там, эти улицы, там, ну, скажем так, навряд ли там будет покладен новый асфальт, но, так бы, вот эту брок-массу, как называют шляховики, то масса, что отбракованный асфальт, значит, я добився обещанки. Я думаю, что это будет выкинано, я проконтролирую. А есть такие вопросы, что вы обращались и было сделано? Ну, снова-таки, чтобы конкретно на данный момент, вот, скажем, что там, звернулись там за ремонтом, или что-то такое, и сделали, то я сейчас и не скажу, чтобы такого конкретно не было. Вообще, власти вас слышат? Есть контакт? Ну, не совсем, не совсем контакт есть, потому что... Луна есть такая ответственность. Хлопцы, ну, вы же в опозиции. Ага, вот так. Ну, вы же в опозиции, так что вы же понимаете. Тобто, мы вас чуем, но до конца почуем, или нет. Тобто, открою, что мы в опозиционере, то мы не совсем, так бы, говорите, еще и влада. Вот такая позиция местной влады. Тобто, мы влада, но не совсем. Жалко. Понятно. Спасибо большое, что вы по времени здесь. Значит, все-таки пытаетесь что-то делать. Нет, мы, однозначно, делали и будем делать. Хай, я же говорю, пока что этих справ не видно. Я же говорю, что не совсем там у нас співпраця с местной владой, с владой пока что. Но, все-таки, у нас есть свои повноважения, у нас есть свой коллектив, у нас есть однодумцы, у нас есть самопомощь, у нас есть активисты, у нас просто есть грамадственность, которая, снова-таки, нам поможет. И мы будем делать, ну, значит, своими методами проводить те же самые субботники, проводить те же самые заходы, которые мы и раньше делали. Ну, немае важливости у нас, может, долучиться до тех, так бы мы говорим, финансовых потоков, которые официально десь там проходят повз нас. Значит, ну, будем своими силами хоть бы работать. Допомогать бумажками. Будем, значит, дергать очильников наших, 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 наших. Не дамо им спокойно жити. Понятно. Спасибо большое. Нашли Юрия Бойко. Хорошо. Депутат работает. Посетителей не увидели, к сожалению, но это сегодня. Мы слышали, что он делает. Да, кстати, адрес тут. Переулок Пионерский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова